Автомобиль FASAD B8. В комплектации Highline. Вот он стоит, можете посмотреть. Сначала снаружи, потом салон, багажник, моторные. И рассказать немножко два изменения, которые произошли в F8 по сравнению с B7 FASAD. Ну, можем для начала посмотреть на ключ. Вот так теперь выглядит ключ. Стильный, небольшой. Достаточно. Первое, что самое главное, это выросла колесная база. Автомобиль стал короче на 1 мм, но колесная база выросла на 8 см. Колея на 1,3 см. Еще очень приятно, что диаметр колеса увеличился. То есть высота профиля поднялась. Если 17-е колеса, то 215 на 55 см. Если 16-е, то 215 на 60 см. Очень важно на плохих дорогах и по ямам. Очень сильно добавили шумоизоляцию. Теперь машина на порядок выше в классе. Можно сказать, что она на уровне где-то Audi A6 BMW 5 серии по шумоизоляции. При этом она все равно дешевле остается и ничуть не скромнее. Очень богато смотрится машина. Увеличили место в салоне. Сзади для задних пассажиров добавилось 4 см. Для коленей. И теперь в базе трехзонный климат-контроль. Задние пассажиры, как в премиум марках, могут выставлять себе температуру. Можем подойти и посмотреть сзади, как этот автомобиль выглядит. Кстати, именно эта машина ждет своего покупателя. Это комната выдачи автомобиля. Она уже оплачена, зарегистрирована. Это у человека уже второй пассажир. После B7 взял B8. Новые задние светодиодные фонари. Передняя оптика. Тоже, кстати, в этом классе впервые светодиодная оптика впереди. Не ксенон освещает дорогу, а светодиодиод. Вот так открывается багажник. Появилась возможность заказать электробагажник. И он будет закрываться с кнопки или с брелка. В этой машине не заказано. Здесь оригинальная лежит уже ванна в багажнике. Эта клиента платила оригинальные коврики. Под низом полноразмерное запасное колесо. Легкосплавное, 17-дюймовое. Точно такое же, как на машине. Резина Pirelli очень комфортная. Тихая, мягкая. Приятно ездить. Здесь есть крючок для пакетов супермаркета. Чтобы яйца не побились в машине. Повесили. И забыли. Если нет кнопки, закрывается вот таким вот. Перейдем к задней части. Визуально видно, что стало больше места. Здесь, в отличие от конкурентов, очень длинная сидушка. То есть, вот это расстояние не сокращают специально, чтобы показать обманное место. Она длинная, для высоких пассажиров очень удобна. Также подлокотник. Обшит мягким материалом. Это кожаный салон с алькантарой. Для тех, кто не знает, алькантара это искусственный материал, который в два раза крепче кожи на разрыв. И очень хорошо сочетается с кожаными салонами. Багажник отсюда имеет доступ. Открывать эти сидения можно также из багажника. Там есть клавиши. Итак, рабочее место. Берем тряпочку. Здесь сидение с памятью, с электроегулировками, с монтажем. 12-позиторной электроегулировкой. Можно поднять как переднюю часть сидения, так и заднюю. Для людей с нестандартным ростом будет очень удобно. Также можно сохранить определенное положение и будет всегда возвращаться. На дальние расстояния можно удлинять подножку. По городу можно ее укорачивать. В дверях есть подсветка как с премию. Также за дополнительные деньги она может быть в панели и в потолке. Здесь материалы мягкие. Ручка обшита кожей. Это не резина, это настоящий шоу. Кнопки отделаны металлом. Это не пластмасса, это металл. Этот материал мягкий, тоже можете посмотреть, аж пальцы проваливаются. Панель, теперь передняя панель мягкая донизу. Если мы нажмем, вы увидите, что она мягкая и здесь. В этой комплектации уже в базе идет адаптивный круиз-контроль. Лично я ездил по трассе в Испании. Очень удобно. Если едешь в колонии за кем-то, включаешь адаптивный круиз-контроль. И за тебя решает впереди идущий автомобиль, с какой скоростью ты едешь. Где надо притормаживать, где надо раскаляется. Если доверяешь впереди идущему товарищу, то можно ехать расслабленным и смотреть по сторонам. Очень понравилось. Здесь есть навигация уже с восьмого поколения. Навигация с завода очень недорого. Всего 300 долларов доплата к автомобилю и появляется навигация. Что очень приятно. Давайте посмотрим переднюю часть автомобиля. Я сейчас подключаю, как выглядят новые пары. А мой оператор снимет. Вот эти ходовые огни, они всегда горят. Вот это габариты. Ничего не поменялось. Ближний свет фар. Дальний свет фар. Теперь не ксенон, а светодиоды. Не нужно разогревать. Не нужно ждать, пока пары начнут светиться. Так это будет противотуманные фары. Данные фары поворачивают на 15 градусов по трассе на скорости свыше 30 км в час. Также можно заказать за 700 долларов управление дальним-ближним. Вообще отличная вещь. Можно всю дорогу по трассе идти всю ночь на дальнем и никого не слепить. Машины, которые едут в потоке, затеняются перевернутой трапецией, как тень появляется. И машины, которые идут навстречу, точно так же. Ездил с этой вещью в Греции. Очень удобно. Несмотря на то, что были горы, холмы, машина справлялась со всем. Я всю дорогу ехал на дальнем, ночью очень сильно насыпал, никого не слепил и видел все как днем. Спасибо. Вот так выглядит посадка. Кому нравится, подписывайтесь. Спасибо.